День России не заканчивается никогда. Как отметили этот праздник в Каменске-Шахчинском? Смотрите в сюжете наших коллег. Мало еще, но рассудить я в силе. И никто меня не упрекнет. Нет страны прекраснее России. Этот вывод знаю наперед. На официальном сайте администрации города Каменчан поздравил Константин Фитюсов. Он отметил, что в Каменске живут и работают люди разных национальностей и политических убеждений. Но каждый из нас с гордостью говорит «Мы россияне». Только онлайн форматом праздник не ограничился. Сотрудники местных дворцов культуры, используя опыт празднования 9 мая, устроили выездные концерты. В нескольких дворах в различных частях города творческие коллективы поздравили Каменчан с Днем России. Пускай наша Русь возрождается, пускай наши детки растут в свободной и счастливой стране. Здоровья вам, счастья. Пускай эти все ненасти уходят стороной и никогда не будут над нашими головами. С праздником вам! Без бережного отношения к прошлому нельзя построить достойное будущее. Артисты не просто поздравили Каменчан с праздником, но и еще раз напомнили им о подвигах русского народа в годы Великой Отечественной войны. А также призвали прийти 1 июля на избирательные участки, чтобы каждый из нас смог сделать свой выбор для будущего нашей великой державы. Елена Письменская, Лариса Алташкина, ТРК Каменск-ТР. Специально для программы «Время местное». А в соседнем к Каменску городе, Донецке, граждане старше 65-ти получили гуманитарную помощь. 605 дончан получили благодарительную помощь в виде продуктовых наборов. Такие меры были предусмотрены в рамках плана мероприятий, подписанного губернатором Василием Голубевым по поддержке населения Ростовской области в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Согласно этого плана, гражданам старше 65-ти лет, одиноко проживающим и имеющим свой доход ниже прожиточного минимума, была оказана гуманитарная помощь. Из 2,5 тысяч граждан Донецка старше 65-ти лет были отобраны особо нуждающиеся люди, проживающие отдельно, не имеющие средств существования, кроме пенсии либо иных выплат, в количестве 605-ти человек. Ростовский благотворительный фонд «Семейный центр» осуществил завоз продуктов на территорию города, а силами волонтеров и социальных работников были сформированы наборы, которые доставили по адресам. Добрый день. Мы с Центра социального обслуживания. В период сложной эпидемиологической ситуации была подготовлена благотворительная помощь в виде продуктовых наборов одиноким и одиноко проживающим и малоимущим гражданам. Разрешите вам вручить здоровья вам. Спасибо большое за помощь. Сотрудники социального центра помощи пожилым гражданам ЦСО города Донецка сформировали индивидуально эти наборы. В состав набора включены макаронные изделия, консервированные овощи, мука, рис. С самого начала режима самоизоляции оказывается такая безвозмездная помощь для нуждающихся. Хорошо, что в такое непростое время находятся небезразличные люди, способные оказать поддержку. Алексей Масленников. Специально для программы «Время местное». Диагностика станет точнее и доступнее. Красносулинская районная больница готовится получить два новых современных рентгенаппарата. Удобно медицинскому персоналу, комфортно пациентам. В рамках программ развития здравоохранения и детства районная больница получит два новых рентгенаппарата. Необходимость возникла такая, потому что то оборудование, которое мы имеем на сегодняшний день, оно устарело. Оно подлежит замене. По программе развития здравоохранения и по программе детства мы получаем два рентгеновских аппарата. Один на три рабочих места комплекс, один на два рабочих места. Вот эти на два рабочих места будет обслуживать только детское население. Современная техника обещает куда больше преимуществ, чем отслужившая свой срок. Врачи отмечают, что новое оборудование облегчит, ускорит, а следовательно и улучшит их работу. Произведем демонтаж аппарата, который вот тут находится. Затем будет производиться замена окон, замена пола и монтаж оборудования. На сегодняшний день уже проходит ремонт в кабинетах, где и будут размещены аппараты. На усовершенствование работы специалистов средства выделены из федерального и областного бюджетов на сумму 26 миллионов рублей. Полностью работы по установке планируют завершить уже к 25 июня. Также мы планируем открыть кабинет на Грэйсе рентгеновский. Значит, там сейчас осмечиваются все работы, которые требуются. Там будет снять перевяженный аппарат для того, чтобы мы могли на месте для поселка Грэйс делать рентгеновские снимки. Новое современное оборудование позволит проводить рентгенологические исследования любой сложности. Просканирует с головы до пят и безопасно оно даже для малышей. Юлия Кручинина, Андрей Колотовкин, Дмитрий Сополев. Специально для программы «Время местное». Обнадеживающие перспективы. Как развивается сельское хозяйство на Дону? В материале цилинских журналистов. Глава крестьянско-фермерского хозяйства Александр Дробноход – один из фермеров Цилинского района, получивший грантовую поддержку в 10 миллионов рублей на создание семейной животноводческой фермы молочного направления. С главой администрации Цилинского района Оксаной Косенко они обсудили итоги первого этапа реализации проекта, который завершен в этом году. Построен животноводческий комплекс, закуплен крупный рогатый скот, оборудование для его содержания. Конечно, необходимо поддерживать именно тех, кто занимается землей, тех, кто занимается разведением животноводства. Основная цель – стимулирование перевода товарных, личных подсобных хозяйств в предпринимательские формы деятельности, что обеспечивает развитие малого и среднего бизнеса на селе и сокращение скрытой занятости сельского населения. Должны быть рабочие места, люди должны работать, они должны понимать, что земля их кормит, и тогда будут востребованы все прочие объекты, которые реализуются в рамках программы комплексного развития. По моему мнению, очень сильным стимулом является как раз-таки грантовая поддержка начинающих фермеров и грантовая поддержка семейных животноводческих ферм. С начала открытия животноводческих ферм было трудоустроено более 50 человек, что для села не такая уж и маленькая цифра. Фермерские хозяйства вырастают из маленького сельского бизнеса в большие семейные животноводческие фермы с хорошей прибылью. Благодаря грантовой программе в Целинском районе за весь период действия программы создано 6 семейных животноводческих ферм мясного и молочного направления, 4 растениеводческие и 7 животноводческие начинающие фермы. Развитие фермерских хозяйств, в частности животноводческих ферм, они, конечно, позволяют комплексно подходить к решению вопроса создания условий и сохранения жизни в сельских территориях. Потому что параллельно с производством молока встает вопрос по переработке, это также дополнительные рабочие места. Вопрос переработки, а значит вопрос избыта. То есть вот такой замкнутый цикл. И работать мы над этим будем. Это работа каждодневная. На сегодняшний день развитие малых форм хозяйствования продолжается. Татьяна Скрипка, Юрий Губин. Специально для программы «Время местное». Асальские молочники даже в нынешних, не совсем легких условиях, обновляют цеховые помещения, закупают новое оборудование. Здание довоенной постройки обкладывают кирпичом. Работы ведутся за счет средств предприятия. До этого укрепили фундамент, поменяли канализационные сети, двери. Стройка не влияет на производство. По-прежнему выпускает более 21 наименования молочной продукции. Ситуация с коронавирусом серьезно отразилась на работе предприятия. Мы потеряли с пандемией процентов 25 нашей реализации. Это детсады, школы. Мы поставляли 45 ростовских школ, все детсады Сальского района. Как удержались на плаву? До кризиса организовали резку сыров, вошли в крупные торговые сети региона. Чтобы соответствовать их требованиям, не снижать планку качества, обновили автопарк, приобрели 4 машины с холодильной установкой. В Минсельхозе получили кредит для закупки сырья у населения в сумме 10 миллионов рублей. Еще 8 миллионов по льготной ставке 5% взяли на приобретение оборудования для новой сырной линейки в Сандате и техники в Сальске. Это оборудование необходимо для пастеризации молока. Оно за счет повышения температуры, то есть соответственно увеличивает сроки годности нашей продукции. Непосредственно мы ее приобретали для молока и кефира. К модернизации подталкивает и внедрение системы Меркурий. Сегодня производят продукции столько, сколько завод может реализовать в короткие сроки. В планах расширять рынок сбыта, увеличивать ассортимент. В этом году зальют фундамент под новый цех для производства сыров. Строить будут в Сальске рядом с заводским корпусом. Галина Соколова, Артем Мирошников специально для программы «Время местное». Он был ребенком на войне. Своими воспоминаниями о Великой Отечественной поделился Борис Павлович Гребенкин из Песчанокопского. 22 июня 1941 года – одна из тех дат, о которой уже почти 80 лет в нашей стране помнят все поколения. Начало Великой Отечественной войны. С каждым годом в живых остается все меньше тех, кто может поделиться своими воспоминаниями о том страшном времени. Особенно чутко – войну помнят дети. Борису Павловичу Гребенкину в 1941 году было всего 4 года. Он вместе с родителями и двумя братьями тогда жил в городе Росин, в 50 километрах от немецко-польской границы. Мы были все разбужены гулом самолетов. Это где-то полчетвертого примерно. Полчетвертого, потому что через наш город летели немецкие самолеты для бомбежки Риги, Вильнюса и так далее. Всех нас обошли солдаты, семьи военнослужащих, предупредили, что собраться на площади с небольшими насильными вещами, но детей, естественно, нужно было ехать более 200 километров до Риги, откуда началась эта железная дорога. И до Риги дошла только наша машина. Остальные машины разбомбили. Борис Павлович из семьи военных рассказывает, что первую весточку от отца они получили только в августе 1941 года о том, что он в Ленинграде. В результате сильной контузии отца направили в военный госпиталь города Пермь. И вот в воинской части он там побыл, значит, выздоровел, короче, подлечился и приехал за нами. Вот в 43-м году мы оказались в Перми. Ну, правда, там недолго пожили, может быть, там сколько-то месяцев. И отца, значит, воинская часть перевезли, значит, на Украину. День Победы 9 мая Борис Павлович вместе с родными встретил в Полтаве. Рассказывает, что в тот день праздник не так чувствовался, как сейчас. Слишком сильно было людское горе. Михаил Игнатенко и Евгений Трачук. Специально для программы «Время местное». На сегодня это все. Мы желаем вам только хороших новостей, о которых с удовольствием расскажем в нашей следующей программе. Берегите себя и своих близких. Встретимся в четверг на этом же месте в это же время. Время местное. Ты предприниматель? Хочешь расширить бизнес и взять кредит? Получи поручительство фонда и заверши сделку с банком. Гарантийный фонд Ростовской области. Редактор субтитров А.Семкин